Господи, Сил, с нами будем, и таково раздель Тебе, помощник от скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. В прошлое воскресенье в храмах читалась история про начальника синагоги, про Иаира, про его воскрешенную Христом дочь. И внутри этой истории еще один сюжет. Когда Господь пошел в дом Иаира, то к нему в толпе прикоснулась женщина, прикоснулась к краю ризы его и в себе говорила, что если прикоснусь только к одежде его, то исцелею. Женщина, страдавшая в то время неисцельным недугом, истратившая все имение свое от врачей, не получив от них уврачевания, тем не менее исцелилась. И Господь остановился и говорит, кто-то прикоснулся ко мне. А Петр говорит, Господи, толпа такая людей, ну он такой дерзкий был, народ тебя угнетает, толкает, как ты говоришь, кто прикоснулся, да к тебе десятки людей прикасаются. Он говорит, прикоснулся некто, потому что я слышал силу, исшедшую из меня. В Ветхом Завете одежду, ее края оторочивали надписями заповедей Божьих. Воскрыли рис у священников, у книжников, они были исписаны теми заповедями, которые человек особенно исполнял. И прикосновение к краю Ризы Христа, прикосновение к закону Божьему, к заповедям Божьим, которые дают силу. Закон Божий, он дает человеку силу жизни, власть, силу слова. И исполнение заповедей дает исцеление. И вот здесь женщина, получается, прикоснулась к заповедям Божьим, к закону, к воскрылию Риз, и благодать пришла к ней. Благодать Божия от закона Божьего, от заповеди. И человек является таким сосудом, который наполняется благодатью Божией. И если его сердце, оно наполнено послушанием Богу и его святым заповедям, то человек обладает вот этой силой. Как про Христа говорили, он говорил со властью, как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. И всякий человек, христианин, который верен Богу, его слова обретают вот эту силу. Потому что они соответствуют его жизни, его делам. И до тех пор, пока он не пробил брешь, как корабль в дне, как сосуд не получил трещину, он имеет силу. Но если приходит грех, который разбивает нашу душу, смертный грех, то сила из человека исходит. И он уже говорит слова, а они, ну они, они даже не летят, они просто у него с языка и тут же падают. Слова, которые не могут никого оживить, никого вдохновить. Потому что сила потеряна. И так бывает в жизни. Человек подскальзывается, падает, разбивается. Как восстановить эту силу? Ну как пророк Божий Давид. Царь, который согрешил и убийством, и прелюбодеянием. Но осознав, быв облечен пророком Нафаном, он раскаялся. Вышел на улицу, на распутье, посыпал голову перстью. И три дня лежал на дороге, царь, оплакивая свой грех. Ну а потом вот эта молитва родилась. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. Грех мой предо мной всегда. И вот этим покаянием Давид привлек на себя милость Божью. Отвел гнев от своего народа. Конечно, последствия греха зацепили его семью. И сын у него погиб. Но, тем не менее, он вернул покаянием, милость и расположение Божие. Так и неневитины от проповеди ионы пророка покаялись. Но каким образом? Но они постились три дня. Строжайший пост по всей стране. Начиная от младенцев и кончая самыми стариками. И животные все постелись. Это какой ужас был в то время, когда попробуйте, не покормите быка день-другой. Так он же все скажет о себе, что он имеет в виду. Вот это деятельное покаяние, когда не просто признать, а когда человек какими-то трудами искупает свой грех, восстанавливает, закрывает эту пробоину, эту брешь. Ну и дальше душа должна быть наполнена благодатью Божией. И сила слова, она возвращается, помогая нам всем Господь.